В списке побратимов Бреста более трех десятков городов. Из них пять – представители Германии. Сотрудничество имеет не один год стажа и есть все основания полагать, продолжится в будущем. О конкретных его направлениях и шел разговор в ходе встречи мэра Бреста Александра Рогачука и посла Германии в Беларуси Петра Детмара. По словам брестского городоначальника, отношения с немецкими городами-побратимами имеют системный характер и плодотворны. Пример – город Равенсбург. Отношения с Равенсбургом наши носят такой системный характер на протяжении всего года. Мы постоянно принимаем делегацию школьников, мы постоянно принимаем артистов, они участвуют у нас в январских музыкальных вечерах. То есть настолько серьезные, вот даже сейчас абсолютно без привязки к вашему визиту, с 15 по 20 октября будет находиться делегация немецких школьников. Безусловно, диалог есть не только с Равенсбургом. Немало способствует этому самому диалогу уменьшение языкового барьера. В Бресте немецкие изучают углубленно, к примеру, в седьмой школе. К слову, в настоящее время там проходят недели немецкого языка и культуры. Вопрос образования поднимался и в ходе встречи. Говорили также о важном социальном объекте – Брестском хосписе. Белорусской стороне была бы полезна методическая помощь немецких коллег. Еще одно важное направление – торговля. И здесь первая половина 2017-го отмечена ростом. С удовольствием здесь констатирует факт, что по городу Бресту мы имеем 140% рост товарооборота по 7 месяцев. Однако потенциал еще есть. Посол Германии Петер Детмар выразил уверенность в том, что укреплению положительных экономических тенденций может способствовать активное участие города над Бугом в проекте «Один пояс, один путь». Мы говорили о проекте, который в определенной мере является проектом будущего. Речь идет о новом шелковом пути. «Один пояс, один путь». Ваш регион может иметь важную роль в этой масштабной инициативе. Встречу с мэром Бреста Петер Детмар назвал продуктивный. Дипломат уверен, диалог – важный инструмент отладки процесса взаимовыгодного сотрудничества. «Беседа, которая состоялась сегодня с вашим мэром, наверняка принесет свои плоды, а кажется полезной. Самое важное, что я увожу с собой – это знание о том, какие идеи можно озвучивать по развитию не только белорусско-немецких, а непосредственно брестко-немецких отношений, в том числе и в экономической сфере».